Буддийская мудрость. Наша жизнь — следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Наша жизнь — следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Она является продолжением наших мыслей. Удивительно знать об этом. На санскрите тонкое тело человека также называется телом желаний. Телом желаний. То есть, другими словами, психика человека, ее структура меняется в результате наших желаний. По факту мы это можем даже видеть. Допустим, часто жена говорит своему мужу, ты посмотри на себя, как ты живешь. Ты уже на свинью стал похож. Вот эта вот похожесть на свинью — это не аллегория. Это действительно тонкое тело начинает меняться, оно меняет другое тело. Единственное, что человек не хрюкает еще. Но внешне он уже становится похожим очень. Вот поэтому мы часто обзываемся друг на друга. Ну, ты вообще как баран. Баран означает, туго соображает. Ну, то есть, трудно понять, что происходит. Или козел, говорят на человека, козел. Козел означает, что он очень упрямый, то есть, он такой бодается все время со всеми. Ну, ты как козел, ты как свинья. Означает очень расслабленный, много ест. Ну, наглый человек, то есть, ведет себя нагло. Видите? То есть, все эти афоризмы, они не являются случайностью, потому что в зависимости от нашего поведения мы становимся на что-то похожи. Но когда человек работает над собой, на кого он становится похожим? На человека он становится похожим. На человека, мои хорошие. Потому что человеческая форма жизни — это редкий дар. Мы должны научиться быть похожими на человека. Когда человек немножко выпивает, он уже на человека не похож. Хотя бы чуть-чуть. Уже не человек. Понимаете, надо быть похожим на человека. Человек — это звучит гордо, да? Сказал Горький, по-моему, да? Человек — это звучит гордо. Ну, то есть, гордо означает трезво. Не означает пьяно. И так далее. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что надо настраиваться правильно в своей жизни. Наши мысли, они меняют нашу судьбу. Они меняют структуру тонкого тела, его строение. От этого меняется грубое тело. Идут конкретные изменения. И мысль рождается в сердце. То есть, сердце имеется в виду, не мышечный этот мешочек, который вот так, 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 постоянно. Есть такое понятие, как «ридая» или «тонкое сердце». Сердце на тонком плане, да? Сердце означает в данном случае, это энергия души. То есть, душа находится в области сердца. И она, душа именно, она является основой для настроя человека. На что я настроен? Вот что такое настрой? «Я все смогу, я клятвы не нарушу, Своим дыханием землю обогрею, Ты только прикажи, и я не струшу, Товарищ, время». Понимаете? То есть, это настрой человека. Есть разные настрои, но все это принадлежит сердцу. Светки Соколовой, день рождения, Ей сегодня 30 лет. Я вису в подарок поздравления И красивый розовый букет. Это тоже настрой сердца. То есть, видите, у сердца бывают разные настрои. Видите, один настрой такой очень глубокий, самопожертвование, другой просто настрой на наслаждение. Так или иначе, как бы есть разные настрои. И это все является силой, Которая создает нашу судьбу. Например, если у вас появился настрой, В результате поступка какого-то человека В вашем сердце появилась злоба, То это значит, что судьба будет быстро портиться. Она будет прокисать. Злоба делает судьбу несчастной, больной, Потому что она отражается сразу на всех родственников. Если ты озлоблен, Всем родственникам с тобой тяжело жить. Ты приносишь страдания всем вокруг. Если в твоем сердце печаль, Появилась скорбь, депрессия, Это тоже эгоизм. Потому что честный человек, Он даже в трудностях Старается быть сильным. Как еще раз напоминаю песню Марка Бернеса, Как он пел, Что мы с тобой живем в трудное время, И когда нам совсем тяжело, И расставание близко, Но я все равно улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Ну то есть идея в чем заключается, Что настоящее, Это когда человек хочет дарить любовь. Понимаете? Он не подавлен жизнью, А он хочет дарить любовь. В любом случае это означает, Что его сердце трудится над собой. Душа обязана трудиться, И день и ночь, И день и ночь. Понимаете? То есть нужен труд души, Труд души. И этот труд души, Он воскресит жизнь, Сделает ее лучше. То есть об этом буддийская мудрость. Наша жизнь, Следствие наших мыслей. Она рождается в сердце. Если человек говорит, Действует со злой мыслью, Страдание неотступно следует за ним, Как колесо запятой вала, Влекущего повозку. Понимаете? Потому что, Как бы, Иногда повозка так ведет себя, Когда вол поворачивает, Колесо может его немножко подмять, Заднюю ногу. И это вызывает боль всегда, И страдание. И ничего с этим колесом не сделаешь, Потому что оно всегда за тобой следует. Ты не можешь его никуда деть от себя. Так человек, Который, допустим, Женщину бросили, Она осталась одна, С двумя детьми. Она не работает. И ей очень плохо, Ей очень тяжело. Ей надо работать, Как-то заботиться о детях. И она, Хоть и в сердце своем, Сильная, Она Начала ненавидеть своего мужа За его поступок. Какой результат? Она замуж выйдет? Нет? Нет, Скорее всего, Нет. Кому нужна женщина, Которая ненавидит? Вот кому она нужна? Кому она счастье принесет? Поэтому для того, Чтобы ей победить свою судьбу, Сначала надо мужа простить своего. То есть обратиться с всей силой своей К высшей истине, К Богу, К святости обратиться, Чтобы накопить в себе вот эту чистоту. И с помощью этой чистоты победить свою одинокую судьбу. Победить означает простить всех, Успокоиться в своем сердце, Начать жить заново. И сразу как жизнь придет в сердце женщины, Так и забота и защита. Сразу придет какой-то человек, Который будет о ней заботиться. Бог даст. Но пока она ненавидит, Она не сможет никак себе помочь. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Она творится нашей мыслью. Смотрите, до этого фраза была, Она исходит из наших мыслей. Теперь говорится, Она творится нашей мыслью. Почему поменялась? Но если человек говорит и действует с доброй мыслью, Радость следует за ним, Как тень, никогда не покидая. Понимаете, Когда человек действует со злой мыслью, То злая мысль просто исходит из сердца. Что такое злоба? Это просто то, Что мы не хотим с этим ничего делать. Злоба – это то, Что в нас появилось в результате жизни. Люди бандитами становятся из-за жизни. Понимаете, Если у них жизнь нормальная, То никто не будет убивать. Зачем убивать, Если все хорошо? Злоба, Она рождается из-за жизни. Когда жизнь тяжелая, В жизни все очень сурово, Тогда люди Костенеют сердцем, Если они над сердцем, На своим не работают. Поэтому, Когда человек работает над своим сердцем, Какая бы жизнь у него ни была, Тяжелая, То все равно она будет хорошей, Доброй, Радостной. Понимаете, Потому что здесь говорится, Творит наши, Творится нашей мыслью. То есть, Не исходит, А творится. Это значит, Что чтобы радость в сердце была, Нужно трудиться над своей жизнью. Трудиться. Понимаете, То есть, Этого недостаточно ждать, Просто когда радость придет. Нужно трудиться над своей жизнью. Трудиться. Это, 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 Труд, Это внутренний труд. Это молитва. Вот сейчас тоже буду говорить, Хоть не про близких людей, Но вообще про людей буду говорить, Какие-то тяжелые вещи. Пожалуйста, Не осуждайте меня за это, Потому что я людей вот этих вот самих, О которых сейчас буду говорить, Я ничего плохого не хочу про них сказать. Я говорю про ситуацию. Я вспомнил парк Горького, Я решил туда посетить, Посмотреть, Что за место в Москве. И там я увидел интересные вещи, Такие происходят. Радость. В сердце рождается, Как у людей. Я увидел, Что есть такие аттракционы, Когда там такая лодочка, Она сначала качаться начинает, Потом она начинает крутиться, Вот так вот, Потом останавливается, И вот так падает. И потом крутится опять, Поднимается вверх, Там крутится, И так далее. Вот такая веселая лодочка. Люди на нее садятся, Перевязываются ремнями, Чтоб не вылететь из этой лодочки. И поехали кататься. Сначала все улыбаются, Смеются, И потом начинаются вопли. Так как я под лодочкой стоял, Смотрел вот так вот. Она когда сверху была, На меня смотрели люди, Вот так снизу орали. Вот. Я не против этих людей, Как бы нормально к ним отношусь. Но я вам сейчас одну вещь хочу сказать. Я потом, Когда люди вышли из лодочки, Я подошел к одной девушке и спросил, Вам понравилось? Которая орала больше всего. И она сказала, Да. С улыбкой на лице. Я не против этой девушки. Просто есть разные виды радости, понимаете? Вот ту радость, Которую она сотворила, Как бы в себе на этой лодочке, Когда покаталась, Это не та радость, Которую нужно культивировать в своей жизни. Она не помогает, Вот такая радость. Понимаете? Это просто, Ну, Есть такой метод, А активизации сердца, Когда сердце встало, Последний способ, Когда искусственное дыхание не помогает, Это кардиостимуляция, Когда высокочастотным током Бьют по сердцу просто, Вот так вот. И оно дык-дык-дык-дык-дык Начинает работать. Понимаете? Вот этот вот метод шоковый, Кардиостимуляции, Если вы и живы, и здоровы, Зачем вам его использовать в жизни? Зачем вам нужны эти лодочки такие? Для того, Чтоб геморрой вылез неожиданно там, Когда лодочка перевернулась. Потом его назад не засунете. Там же напряжение психики происходит. Может вылезти геморрой, Как минимум. Итак, Труд над своим сердцем — это другое. Это мысли о чистоте, О святости, о возвышенном. Это дает точно такую же радость, В тысячу раз сильнее даже. Но эта радость рождается не сразу. Сначала нужна вот эта работа над собой. На лодочку сил сама по себе радость рождается, Когда с лодочки слез. Потому что всегда все прознается в сравнении, да? С лодочки слез сразу счастье такое, Жив остался. Смотрите. Интересные вещи тут говорятся. Часто люди думают, Что зло, Злоба, Зло в жизни. Зло означает Что-то, Что ко мне не относится. Но вот из этой фразы Я конкретно понял, Что это как относится ко мне. Что злоба, Зло, Ненависть, Злоба, Она живет во мне, Лично во мне, Внутри. Смотрите. Он обидел меня, Он восторжествовал надо мною, Пересилил, То есть меня. Он поработил меня, Он оскорбил меня. В сердце, Встревоженным такими мыслями, Никогда не угостит ненависть. То есть, Что такое злоба? Это то, Что возникает в результате влияния судьбы. Первая стадия. Обидел меня. Обида. Это зло, Оказывается. Злой человек, Это какое? Обиженный человек, Это злой человек. Не добрый, А злой. Вот, Допустим, Я прочитал записку, Которая говорилась, Вот вы, Олег Геннадьевич, Приведелась цитата из Священных Писаний, Не стал ее читать, И говорит, Олег Геннадьевич, Вы про своих родственников плохо сказали. Это нехорошо. Сразу первая реакция, Какая у меня в сердце? Обида. Потому что я дедушку не бил, Я дедушку любил. Понимаете, А мне говорят, Что я рыжий-рыжий конопатый, Убил дедушку лопатой. Я дедушку не бил, Я дедушку любил. Я своих родственников люблю. Но в записке в этой было показано, Что я их не люблю, Что я такие слова про них сказал плохие. Первая реакция какая? Обида. Дальше что надо делать? Принять. Простить сразу невозможно. Принять надо. Принять. Надо сказать себе, А почему бы и нет? Если ты хочешь работать над собой, Ты хочешь работать над собой, Так работай. Вот тебе Бог дал, Вот ты вчера целую лекцию об этом говорил. Ну работай вот, пожалуйста. У тебя есть возможность. Работа над собой, Это же не то, Что там в нектаре купаться. Это означает, Как раз вот эти ситуации. Тебе кто-то что-то сказал, И дал возможность поработать над собой. Сердце напряглось. Оно такое, Меня такого хорошего на сцене обидели. Я уже почти что на небесах. Вот. Вот, пожалуйста, Работай над собой. Нет проблем. Начни сначала, Прими это все. Ты скажи себе сначала, А может быть действительно, Это правда, Что неправильно поступил. Потом дальше, Следующий этап какой? Дальше нужна молитва, Отношение со старшими духовно. И в этой молитве сердце очищается, И в этом очищении, Ты понимаешь человека, Который это зачем-то написал. То есть, Я вот чувствую боль, Этого человека, Который очень сильно превозносит, Любит своих родственников. Я сейчас чувствую этот человек. Вот. И мое сердце, Которое, Как оказалось, Недостаточно глубоко, С родственниками отношений, Старши. Не так глубоко, Как у этого человека. Видите, То есть, Работа над собой, Это не сахар. И тот человек, Который этот не сахар В жизни своей, Не принимает, Он всегда прав, Чтобы он не сказал, Что не сделал, Всегда прав. Это есть зло. Ну, Что такое зло? Когда ты не принимаешь удар судьбы, Вот эту волю судьбы. Судьба тебе что-то сказала? Переваривай, Принимай, Глотай, Пережевывай в своем сердце, Молись, Делай что-то, Чтобы переварить. Это называется добро, Доброта человека. И такой человек будет счастлив в жизни. А зло, Что такое? Это когда ты не можешь Это все переварить, Пережить в своем сердце, Не можешь. Это зло. Он обидел меня, Он восторжествовал надо мной. Восторжествовал, Это еще хуже. Восторжествовал, Это когда тебя обвиняют в чем-то, В чем ты особо не сильно виноват, Допустим, И потом еще ставят на колени, Допустим, Подают на тебя в суд, Выигрывают этот суд И сажают тебя в тюрьму. А ты как бы особо не виноват. Ну просто потому, Что эти люди, Допустим, Обладают силой, Властью. Они взяли тебя и посадили. Потому что им так захотелось просто. Ты виноват лишь в том, Что хочется мне кушать. Помните, Вася Никрилов, Сказал волк и съел ягненка. Это следующий этап. Видите? Следующий этап. Я изучал психологию воспитания детей И узнал такую интересную информацию, Что когда женщина бьет своего сына, Жестоко бьет своего сына, Который неправ, То такой ребенок потом вырастает садистом. И он убивает, Жестоко убивает людей. Представляете? Просто потому, Что женщина бьет своего сына. Кажется, Женщина не должна бить своих детей. Потому что женщина является Олицетворением любви. Она должна наказывать. Если нужно, Допустим, Наказываться силой, То мальчикам можно наказывать силой, А девочку вообще даже нельзя. Потому что даже маленькая девочка Олицетворяет любовь. И с ней поэтому надо решать вопросы Без силы, Без применения силы. То есть можно и в угол поставить, Можно лишить свободы там, Не пустить на улицу. Вот. Можно просто не разговаривать с ней. Но бить девочку нельзя. Вы видите, Что мать на улице Бьет ребенка. Ну, Помолитесь за нее. Можете, Если у вас есть сила внутренняя любви К этой женщине, Вы хотите ей помочь, Подойдите к ней И скажите, Я слышала в лекции в одной, Что девочку лучше не бить. Если она пошлет вас на три буквы, Значит, Как бы, Значит, Вы не к тому человеку обратились. Бывает, Что у людей не слишком много возможностей понять. Они сильно, Не сильно отличаются от животных в своем поведении. Бывает такое. И ваше возмущение больше, Наверное, Связано с тем, Что вы, Как бы, Не совсем понимаете Тот факт, Что в человеческом теле Может не обязательно Вот, Существо разумное находиться. Понимаете, Надо допускать, Что есть люди, Которые не имеют возможности Понимать, Что происходит до конца. Не понимают. Ну, То есть, Они живут, Как полусни. Я вам приведу, В связи с этим, Высказание из вед О пяти уровнях развития сознания, Чтоб вы знали. Первый уровень сознания, Развитие сознания, Сравнивается со сном без сновидений. В таком сознании, Живут живые существа, Души, Такие же, Как мы, Души живут. Такие же, Как мы. Но, Их сознание спит В глубоком сне. Причина этого сна, Это греховность. Когда душа, Очень сильно окутана грехами, То она не может, Ее жизнь не может двигаться, Быть активной. Чем более чистая душа, Тем более активная, И жизнерадостная, И развитая у нее жизнь. Чем менее чистая душа, Тем она больше поращена грехами, И грехи сковывают ее жизнь. И жизнь в дереве, В дереве, В растении, Это жизнь Во сне без сновидений. То есть жизнь, В котором душа Очень сильно скована грехами, И она фактически, Она просто может спать. Вы скажете, А где доказательства, Что там такие же души, Как мы, Живут? И вообще, Что дерево живое, Где доказательства? У меня есть свое доказательство. Есть два вида доказательств, Которые привожу. Первое, Это свидетельство вед. Веды говорят, Что есть признаки жизни. Там, Где находится душа, Всегда есть стремление к счастью. Дерево стремится к счастью, Когда направляет свои листья к солнцу. Оно растет к солнцу. Нет солнца, Дерево печалится, Опускает свои ветки, листья. Дальше, Защита, То есть дерево защищается корой, И ростом. Оно направляет свой рост В более безопасном направлении. Следующий признак жизни, Это сам рост, И размножение, Также является признаком жизни. То есть, Есть размножение, Есть рост, Есть стремление к счастью, Есть защита. Это значит, Что там есть душа внутри. Понятно, да? Система. Но у меня есть свое свидетельство. Я вам сейчас его приведу. Я тестирую тонкое строение человека. Есть определенные, Как бы, Конституции у человека психические, Определенные каналы энергетические, Которые у человека есть. Вот с точки зрения строения, Дерево ничем не отличается. Строение тонкого тела, У дерева, У коровы и у человека одинаковое. С этой точки зрения. Разница просто в развитии разума. То есть, У животного разум есть, Но он спит. То есть, Он как бы активен уже, Но он активен бессознательно. А у растения разум вообще не активен. То есть, Растение себя вообще не осознает никак. Животное себя осознает с трудом. А человек себя начинает осознавать, Если он имеет совесть. Потому что признак начала человеческой жизни, Начало человеческого существования, Это присутствие совести в сердце. Вот мне записку говорят, Ты ведь сейчас о своих родственниках плохо сказал. А это неправильно. И дальше уже работать должна моя совесть. Если у меня совести нет, Я буду говорить, Да нет, я правильно, Все, Чего ты там ко мне пристаешь? Вот. А если есть совесть, Я, значит, Буду оценивать эту записку. Буду думать об этом и решать. Может быть, Это что-то важное для меня было сказано. Понимаете, Человеческая форма жизни начинается там, Где есть совесть. Совести нет, Значит, Нет жизни. Это просто Жизнь немножко в другом состоянии, Которое описано в ведах. Смотрите, Следующий уровень развития сознания. Когда грехов чуть-чуть меньше, То живое существо рождается Постепенно в разные, Более активные формы жизни. Вот если взять, Допустим, Медузу, Да? Она уже плывет. Мы веселые медузы, Мы похожи на арбузы. Ну, то есть, Медуза плывет, Да? Но вот если посмотреть ей в глаза, То она уж не такая и веселая. Видно, Что просто взгляд очень мутный. Она по факту ничего не соображает. У нее нет никаких эмоций. Если взять рыбку, Допустим, Да? Рыбку. То в аквариуме, Если у вас рыбки есть, Вы замечали, Что у рыбки есть Одна только эмоция. Это эмоция страха. Все, Больше никаких эмоций нет. Рыбки, Они тупят такие, Плавают. Тупят, Тупят потихоньку. Потом, Если что-то происходит, Испугались, Или потом опять тупят плывут. Все, То есть, Нет больше никаких эмоций. Вот такая жизнь. В таком тупом состоянии Вот такого вот движения. Просто плаваем, Наслаждаемся. Большие рыбки, Сильно плавают. Вот. Маленький рыб. А? Дельфины, Это уже не рыбки. Там лекопитающие. Это другая форма жизни. Вот акулу, Если взять, У нее какие эмоции в глазах? Страх и злоба, И все. Больше никаких эмоций. Если ее не трогают, Если ее не трогают, Она нормальная. Если за трону, Людмя, Сожрала. А дельфин, Видите, У него есть радость. Он как бы, Он заботится, Может помогать. Это уже, Как бы, Другая форма жизни. Так, Следующий, Дальше развиваемся, Да? Выходим на сушу. Ящерицы, Да? Страх, Плюс, Какая-то активность такая, То есть, Уже желание преодолеть, Победить, Что-то делать для своего счастья. И ящерица, Она такая, Такая, Ну, То есть, Она старается уже жить как-то, Старается. Но эмоции только две, Страх и какая-то активность, Желание выжить просто, И все. Дальше, Птичка, Следующий уровень жизни. Страх тоже, Можем видеть, Что птиц, В основном страх в глазах, Но уже начинаются позитивные эмоции. Так? Соловьи поют, Заливаются, Но они все примеют, Избываются, А твои глаза Не забудутся, Сбудутся, Сбудутся. Ну, То есть, Птицы уже поют, Они олицетворяют уже, Вот, Любовь, Красоту, Вот это вот, Да? То есть, У птиц уже и положительные эмоции появляются. Но они очень пугливые. Дальше идут дикие животные. Зайчик, допустим. Зайчик, Он тоже постоянно боится всего. Да? Но если взять, допустим, Волка, То волк уже, Это животное, Которое проявляет признаки разума уже. Они стаями живут, Они там, У них уже есть вожак, Там, Главные, Они как-то так уже заботятся о животных. И они могут улыбаться, Так, Своим детям. Смотрят на детей, Они уже улыбаются. Улыбаются понемножку, Уже как-то у них улыбка. А у собак очень сильно улыбка проявлена уже, Да? То есть, Самая кульминация, Как бы в животном мире, Это животные, Которые общаются с человеком. Потому что, Веды говорят, Что именно близкие отношения Меняют разум. Животное, Которое общается с разумным человеком, Становится разумным. К концу жизни. Мы можем видеть, Что собака, Она рядом с разумным хозяемом, Выглядит точно так же. У нее такой же взгляд, Она так же смотрит. Она перенимает от человека полностью манеру. Потому что животное, Оно имеет развитый ум. Ум – это еще не разум. Разум – это то, Что дано человеку. А животное, У него разум прощелкивается, Проявляется. Понимаете, С точки зрения строения тонкого тела, Конституция у человека, У собаки, Могут быть похожи. Но активность разума, Она разная. У человека сильнее разум выражен, Чем у собаки. Разум – это способность себя отдавать. Отдавать сознательно. Собака бессознательно себя отдает, Потому что она зависит, Она чувствует, Любовь есть у всех, Даже у деревьев. Любовь есть у всех. И собака может любить хозяина, Быть верной. Но это такое бессознательное чувство. Но человек должен осознанно Учиться любить, Жертвовать собой. Это уже другое. Понимаете, Это не чувство, Основанное на каких-то просто желаниях, Таких мимолетных. Это то, Что человек с позиции знания делает уже. Итак, видите, У животных появляются эмоции. Деятельность ума, Она начинает быть активной. Ум что имеет? Мысли, эмоции. У собаки есть мысли? Есть. Это можно легко заметить. Когда собака спит, Она так. То есть, Что-то видит там и гавкает. Во сне. Она, значит, Думает в это время. Правильно? Потому что она же ничего не видит, Вот так снаружи. Она думает в это время. Но собака себя не сильно понимает. Вот, допустим, Если собака смотрит свое отражение в воде, Она начинает на него гавкать. Она думает, Что это другая собака, Чужая. Хотя она себя не узнает еще, Не понимает себя до конца. Собака. Но человек себя узнает, Да, в отражении. Ну, то есть, Животные находятся В сознании, Их постепенно приходят Ко сну сновидениями. То есть, У деревьев сон без сновидений. Они себя не знают. Деревья себя не знают. Поэтому мы когда веточки отрезаем, Дерево немножко просыпается И начинает лучше расти. Но у собачки, Если ножку отрезать, Она лучше не растет уже. То есть, Животные уже Более пробудившиеся Такое сознание. Понимаете? То есть, Животные уже Они уже начинают Потихоньку просыпаться. Начинают себя осознавать. То есть, Солнце сновидениями. Теперь, Человек. У человека Пробуждающееся сознание. Пробуждающееся сознание. Он начинает понимать, Что есть Честность, Есть совесть, Есть любовь, Есть смелость, Решительность. То есть, Человек понимает, Что есть какие-то Божественные вещи. Некоторые люди не понимают. И говорят, У каждого своя правда. То есть, Это означает, Что совести нет. Потому что совесть, Это оценивает Правду человека. Совесть. Конечно, У нас есть желание Что-то считать правдой. Но по факту Правда нам не принадлежит. Допустим, Я начал читать эту записку И совесть, Она отозвалась болью. Значит, Я что-то не так сделал. Совесть подсказала. То есть, Правда не принадлежит человеку. Правда принадлежит совести. Совесть — это представительство Бога. Она и представительство Бога И в деревьях есть тоже. И в собаках тоже есть. Но не проявляется активно так, Как в человеке. Итак, Что такое пробуждающееся сознание? Пробуждающееся сознание — Это когда человек начинает понимать, Что есть какие-то ценности в жизни. В человеческой форме жизни Мы начинаем понимать, Что есть какие-то ценности важные. Что-то есть верность. Надо быть верным. Зачем надо, непонятно еще. Но надо быть верным. Надо быть честным в жизни. Надо учиться уважать других. И так далее. Это признак пробуждающегося сознания. Но в человеческой форме жизни Можно развиться до такой степени, Что ты из пробуждающегося сознания Выходишь в пробудившееся сознание. Что такое пробудившееся сознание? Пробудившееся сознание — Это когда человек понимает теоретически, Что у него жизнь на этой жизни не заканчивается. Что ему дальше придется жить. Тело умрет, а я буду жить дальше. Он уже теоретически это понимает. Понимает, что есть Бог, Создатель. Потому что есть определенные признаки этого, Что есть Бог. Вот как, например, управляется Вот это тело, миллиарды клеток. Каждая клетка имеет Огромнейшая структура, Которую невозможно даже оценить и понять. Все это синхронно работает Под одним каким-то управлением. Я лично управляю телом или нет? Кто управляет своим телом? Поднимите руку. Кто управляет? Что там происходит? Слава Богу, никто не управляет здесь. Вот если бы вы управляли, Тогда бы я вам предложил провести эксперимент. Как бы съесть кусочек хлеба И управлять тем, что дальше будет происходить. Ну то есть мы не знаем, что там происходит. Но мы знаем некоторые вещи про это, про все. Например, когда приходит время, Мы неожиданно так оп! Вроде бы я на лекции, надо бежать. Иначе будет запах. Вот. И как бы в какой-то момент нас оповещают. Сейчас надо идти в туалет. Лекция будет потом. Кто-то оповещает, понимаете? Я в ведах прочитал, что это крах, Та же функция, как совесть. Вот эта совесть нас оповещает, Что ты здесь не прав. Также нас оповещает о том, Что вот это вот и все. Пятое, десятое. Приведу такой пример. Я обычно после еды На 10 минут ложусь отдохнуть. Есть разный способ после еды, Как способствует пищеварению. То-то кому-то надо гулять, Кому-то сидеть, кому-то лежать. Не надо лежать. Вот. Я ложусь отдохнуть после еды и прошу жену, подними меня через 15 минут, потому что если позже, то будет глубокий сон, и ты разбитый будешь на весь день. Надо обязательно вовремя встать после еды, иначе можешь получить результат разбитости. И каждый раз она говорит, пора вставать. И один раз был такой случай интересный, я услышал, пора вставать. Я как бы встал, подошел, говорю, спасибо большое, что подняла. Она говорит, а я забыла. Кто поднял? Сверхдуша подняла. И сердце мне сказало, сверхдуша голосом жены. Точно так же ко мне вчера подошла девушка, говорит, Олег Геннадьевич, я видела сон в этом сне, вы мне сказали вот важные вещи. Но это не я говорил, потому что я это не помню, чтобы я приходил кому-то во сне и как бы что-то говорил. Это была сверхдуша, она принимает форму того человека, в которого ты веришь, и его устами говорит. Понятно, да, система? То есть человек, он уже с совестью начинает своей общаться. Человек, который пробудился. Понимаете, пробудился означает, начал жить честно. По совести начал жить. Это развитие сознания так идет. Со временем приходит время, все начинают по совести жить. Это вопрос развития просто. Это не вопрос образа жизни, это вопрос развития. Дальше, следующий этап, бодрое сознание есть еще. Когда у человека бодрое сознание, он чувствует себя вечным, он чувствует отношения с Богом, он очень позитивно настроен, он хочет всем помочь, он желает всем счастья, он всех любит, всем прощает, чувствует, что его события, которые к ним происходят, это его проблемы, а не кого-то другого. Если к нему приходят страдания, он никого не обвиняет, сам как бы пытается с собой разобраться. И такой человек, у него счастье это исходит прямо от его личности и бьет в сердца остальных людей. И внешне такой человек, он даже сияет, от него исходит свет, от лица, вот от всего исходит свет. И таких людей поэтому называют святые, по-русски, видите, святые, означает исходит свет. Я как-то в молитве задумался, откуда вот это у меня желание с детства работать над собой. Люди в основном же не так живут. Почему вот у меня это появилось? Я задал себе этот вопрос и начал молиться, и пытался как-то, чтобы мне совесть или сверхдуша дала знать, знак об этом. Я в молитве неожиданно почувствовал, что когда-то в прошлых жизнях, я даже не почувствовал это видение передо мной предстало, что когда-то в прошлых жизнях я просто увидел одного человека, который очень сильно сиял. У него буквально нимб вот так вот над головой был. И я очень был потрясен этим видением. И счастье, глубокое счастье и желание работать над собой, менять свою жизнь пробило мое все существование. И я где-то почувствовал, что это где-то 450-500 лет назад где-то произошло. Давно совсем, много жизней назад. И я даже хотел покланяться этому человеку, но не успел, он уже ушел в это время. Я то есть стоял вот так замерзший и хотел покланяться, но не успел даже. Но у меня было сильное желание как-то поклониться хотя бы ему этому человеку. И этого было достаточно, чтобы потом через много жизней, много жизней, вот это чувство работы над собой, желание, оно вело меня за собой. Представляете, одной доли секунды общения, вот такого встречи со святостью достаточно, чтобы вся жизнь человека полностью поменялась. Вся жизнь. Намного жизней вперед, это никогда не забывается чувство. Оно уже не исчезнет без следа из нашей судьбы. Много чего исчезает. Мы там одного полюбили, забыли, потом другого полюбили, забыли. Но вот эта святость, она не забывается, понимаете. И она дает возможность человеку пробуждаться, менять свое настроение. Пробудившись, бодрый человек означает человек, реально воспринимающий, что происходит. Потому что большинство людей, они живут под влиянием кармы или той силы, которая заставляет что-то делать в этом мире. Точно так же, как муравейчики строят себе муравейник, постоянно этим заняты. Это так люди, они постоянно живут тем, что они строят себе квартиру, работают. Целый день на белом свете, все куда-то колесят. Едут взрослые и дети на работу в зоосад. Едут в баню и аптеку, едут тещи на обед. Что же будет с человеком через 10 тысяч лет? Ну то есть, понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что есть определенная сила, которая нас заставляет заботиться, то есть жить вот этим трудом. И мы это считаем настоящей жизнью. Но я вам сейчас расскажу интересные вещи, которые я наблюдал в пограничных состояниях. У меня было несколько раз в жизни, когда я видел уход из тела. Два раза это было на дороге в результате аварии. Человек буквально там 5-10 минут назад оставил тело. Я увидел, как в тонком теле он уже повис над своим грубым телом. Я увидел эти эмоции, что человек в шоке, в полном шоке. Он не ожидал, что вот так произойдет. Он ехал дальше строить себе дом, там что-то делать, заботиться о родственниках. У него были какие-то планы, вот он оп и привет. Понимаете, так как он оставил тело в пробуждающемся сознании, а пробуждающее сознание означает вот это вот, бегать тут, что-то делать и думать, что я в Сибири вечно проживу. Как мне женщина сказала, для Сибири дайте практику вчера. Для Сибири дайте, думаю, я говорю, да вы в Сибири еще лет 15, а потом неизвестно где. Причем в Сибири. Понимаете, то есть пробуждающее сознание означает, что человек не отождествляет себя Сибирью. И даже он говорит, я русский, ну сколько тебе русским-то осталось быть, мой хороший. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что мы души, понимаете, мы вечные души. И надо заботиться о следующей жизни. Это и есть пробудившееся сознание. Что если человек живет, а забота о следующей жизни очень простая вещь. Смотрите, деньги с собой не возьмешь, славу, власть не возьмешь, телку с собой не возьмешь. Потому что мы голенькие сюда приходим и голенькие отсюда уходим. А вот совесть, правильное поведение, чистоту, честность, смелость, веру, оптимизм, доброту и так далее. Решимость, сосредоточенность, собранность. Все останется с человеком. Вот это сердце, настрой человека, его вера, она не расстается с ним. И сквозь годы, и сквозь расстояния, на любой дороге, в стороне любой, да? Песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой. Но песня имеется в виду песня твоего сердца. Вот это вот состояние, в котором ты жил на этой земле. И в следующей жизни ты будешь в этом же состоянии жить. Ничего не поменяется, понимаете? Поэтому цель-то какая у нас в этой жизни? Надо вот это вот сердце свое поменять, то, что внутри находится. И тогда ты не зря построил домик, потому что сколько мы времени тратим на обустройство жизни? Мы при одну треть жизни просто спим. Вот. Два часа в день мы тратим на еду, час там, два. Одну треть жизни мы тратим на работу. И остается часа четыре. И это четыре часа, ради чего мы живем. Эти четыре часа надо посвятить работе над собой. Надо молиться в это время, желать всем счастья, раскаиваться, просить прощения, прощать, читать священные писания и так далее. А мы чем занимаемся эти четыре часа? Смотрим чемпионат мира по футболу. Что ты орешь? Что произошло-то? Какая тебе разница? Сюда забили и сюда. Что-то как-то сильно влияет на твою жизнь. Я когда в Турции был, на несколько дней поехал в Стамбул, там все ходили в этих красных майках с этим серпом и молотом. Там у них только по-другому немножко. Там месяц и звезда. Я думаю, что же они так ходят все. Оказывается, чемпионат мира в Турции по футболу. И это как раз майки, которые играла вот эта футбольная команда. Я даже знал, какой счет. Футбол был ночью. Я когда спал в гостинице, то я слышал пять раз, просыпался. Три раза слышал. И два раза. Три-два. Турки победили. Я потом узнал, посмотрел, так оно и было. Это что означает? Это означает, что кто там? Сиди, сам открою. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что мы как бы не понимаем, зачем мы сюда родились. В этом проблема. Не понимаем. Мы думаем, что для футбола. И потом, опа, повисаешь над своим телом, и как бы футбол закончен. Дальше начнется хоккей. То есть, тебе объяснят, зачем ты должен был жить. Там дальше. Потому что потом во всех писаниях написано, будет суд Божий. И тебе будут объяснять, зачем ты должен был жить, и будешь страдать за то, что ты жил неправильно. Ну то есть, идея в чем заключается? Не то, что я вас пугаю там чем-то. Понимаешь, что мы ко всему готовы. Все нормально. Я просто как бы делюсь с вами тем, что вот я почувствовал, увидел. Потому что это необычно же видеть тонкое тело и чувствовать вот эти все события, вещи, которые происходят. Он обидел меня, он восторжествовал надо мной, он проработил меня. Кто не дает себе убежище таким помыслам, тот навсегда заглушит в себе ненависть. Ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти, оно угошается любовью. Такой вечный закон. Некоторые люди спрашивают, как простить? Вот муж бросил, не могу простить. Надо найти любовь. Вот в мужа найти любовь невозможно в этом случае. Так? Тогда надо найти где? В святости. Надо взять, начать молиться святому человеку. Как только любовь от него почувствуете, сразу сердце ваше начнет прощать мужа. Потом в какой-то момент раз и простила. Когда ты начинаешь чистым и светлым контактировать, сердце успокаивается, возрождается. Оно получает заботу, нужную силу, которая дает возможность. Вот кто из вас смог простить с помощью молитвы? Поднимите руку. Вот в зале смотрите, 40 человек подняло руку. Это важно знать, что так работает. А кто из вас не смог простить поднимите руку? А вы пользовались этой методикой, которую я вам сказал? И не смогли простить? Вы чувствовали святость человека? Девушка, девушка, да, с вами, да. Чувствовали святость и не смогли простить? Невозможно. Невозможно. Значит, чуть-чуть простили хотя бы, если чувствовали святость этого человека. Чуть-чуть простила. Двигайтесь дальше. У меня есть один пример интересный. Мы проводим такие занятия по молитве со своими, там с кем работаем, с ребятами. Мы проводим такие занятия, изучаем, что такое молитва по воскресеньям. И на одно такое занятие ко мне пришел один знакомый. Он в прошлом в Москве был замперфекта по земле. И достаточно богатый человек у него, свой коттеджный поселок строился. И его напарник, он его надул. Ну и все у него забрал, конечно. Настался без него. Ну и слава Богу, потому что это привело его к занятию духовной практикой и так далее. Но проблема в том, что этот напарник как простить не мог. И он уже и так маялся, и сяк, и не знал, что делать. И знаете, что интересно произошло? Мы вот эту молитву все включились и просто начали вместе вот этот вот путь свой духовный. Когда люди объединяются в этом месте, им легче. И где-то 2-3 часа мы в таком состоянии находились. И когда мы закончили, мы рассказывали реализацию, опыт свой, который мы пережили. И знаете, что он сказал? Он такой начал думать, что я пережил. Что я пережил потом? Простил, простил, простил. Он вообще об этом не думал, он просто молился. Но неожиданно он почувствовал, что сердце его освободилось от этого чувства, вот груза. Вот отношения вот с этим человеком. Он его простил, неожиданно, для себя. Не ненавистью побеждается исходящее из ненависти, а оно угошается любовью. Такой вечный закон. Буддийская мудрость. Опять Резкин. Лев Толстой любит его приводить высказания. Воля Бога в том, что мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Очень важное высказание. Давайте его проанализируем. Смотрите, воля Бога в том, чтобы мы жили счастью и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Вот почему люди разводятся. Потому что они не живут счастьем друг друга, понимаете? Ведь у каждого человека есть что-то хорошее в сердце. Как есть очень хорошее лекарство, хороший способ оставаться вместе всегда, всю жизнь. Надо вспоминать то чувство, которое ты испытывал при самой первой встрече. Первая любовь моя земная, утром мои глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Понимаете? То есть вот это чувство любви, влюбленности к человеку, это чувство не наше. Это Бог нам дает, понимаете? Бог нам дает это чувство для того, чтобы мы увидели самое лучшее в человеке и потом это помнили на всю жизнь. Когда люди разводятся, знаете, они что говорят? У нас несовместимость. Ну, вы же любили этого человека? По-моему, нет. Это не была любовью. Он забыл уже. Человек забывает это чувство, понимаете? Замыливается. Надо вспомнить, надо вспоминать. Во время молитвы человек должен вспоминать то хорошее, что он видел в своем близком человеке, когда утро его глаз было, когда он видел первый раз вот эту душу. Потому что душа у любого человека прекрасна по своей природе. Вот вы сейчас сидите, смотрите на меня, и вы смотрите краешком своей души, каждый своим. И меня интересует только этот краешек, потому что вы каким краешком смотрите своей души? Прекрасно. Понимаете, и меня больше вас ничего не интересует. Меня только интересует вот этот прекрасный краешек вашей души. Потому что я как личность вас понять могу только через этот краешек вашей души. Прекрасно. И в этом смысл жизни человеческой. Нужно запоминать эти глаза. Глаза, открытые к чистоте, к знанию. Запоминать эти глаза и жить этими глазами потом, этим взглядом. Так люди могут прожить всю жизнь вместе и быть счастливы. Несмотря на то, что они будут обижать друг друга, мучить друг друга. Почему? Потому что действует через близкого человека судьба. Сила судьбы действует непреклонно. Моей судьбы. Моя судьба будет действовать через близкого человека на меня. И я могу даже об этом не догадываться. Я буду думать, что это реально мне не повезло. А на самом деле это закономерность. Это не является случайностью вообще никогда. Меня так это пробило еще в студенческие годы. Я почувствовал вот эту закономерность, когда был такой случай в моей жизни. Когда я жил на квартире рядом с одной женщиной, у них семья такая была. Но немножко ругались они. По-русски сказать так немножко. Там интересно так было. Вот девочка маленькая, ей было где-то лет 9, наверное, 10. Она уже училась в школе. Она была вылитая мама. Вот один к одному. Вот просто вот мама и девочка просто там 30 лет спустя. И знаете, я вышел разок на кухню. Видел такую картину. Мама, глаза вращаются. Она кричит на свою девочку. В кого ты такая дура уродилась? И я смотрю, как бы, неужели непонятно? Кому ты даже один к одному же вообще? И меня пробило в этот момент. Я понял, что наши родственники – это олицетворение нашей собственной судьбы. На женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, вы можете мне показать мою судьбу? Я говорю, конечно, очень просто. Поставьте перед собой всех своих родственников, друзей, близких, круг. Вот это вся ваша судьба. Вот они олицетворяют всю вашу судьбу с разных сторон. Что-то вам нравится в вашей судьбе, что-то не нравится. Но это вот и есть ваша судьба. Какие поступки вы в прошлых жизнях совершали, то и получили сейчас в виде своих близких людей. Но есть два типа людей. Одни из них принимают судьбу. Говорят, да, эти все родственники мои. Они мне нужны, потому что они вот для меня. Они меня учат. А другие не принимают. Они говорят, вот эти мне нужны родственники, а эти нет. Это не мои. Вот одни люди пробудившиеся сознание имеют, а другие еще пробуждающиеся. Вот и все. Потому что пробудившийся человек означает принявший. Принявший, переваривший. У него достаточно силы счастья, энергии счастья. Он с достаточно высокой энергией счастья контактирует в своей жизни. Он достаточно сильно способен чистоту человеческую видеть в своем сердце, чтобы переварить трудности судьбы, которые на него она посылает. И все. В этом разница только. Большинство людей даже не представляют, что такое святость вообще. Они не понимают, какая чистота от возвышенных личностей исходит. Какое счастье просто думать о них, быть рядом с ними. Если человек хотя бы один раз в жизни это почувствовал и понял, то с любой трудностью он преодолеет в своей судьбе. Но чтобы это почувствовать и понять, для этого трудиться надо в сердце. Трудиться. Потому что святость не увидишь просто так. И один раз, когда я интересовался православием, серьезно, я приехал в Сергиев Посад и там на ночную службу остался. И самое главное событие в моей жизни было с утра. Когда я выстоял очередь и подошел к одному старцу, который должен мне что-то сказать. Я даже не помню, что он мне сказал толком. Потому что мне было это не сильно, может быть, и интересно, и важно тогда. Но я заметил, что его взгляд как ребенка очень простой, чистый, светлый. И я-то думал, что старцы это такие величественные люди, которые так очень авторитетно выглядят. Но потом я понял, что на самом деле душа открытая, от грехов свободная, она похожа на ребенка больше. Она похожа не на такого крутого дядьку, а больше на ребенка. То есть она очень близко к чистому, светлому и простому чему-то. И я заметил в этом старце вот эту чистоту и простоту человеческую. Я подумал, о, потом я начал анализировать это и понял, что вот я видел настоящего человека тогда. Настоящего, чистого, светлого человека увидел. То есть идея в чем заключается? Что к этому мы должны в жизни стремиться. Вот в этом цель, чтобы эту чистоту человеческую почувствовать, понять и потом ее искать уже в своих близких. Потому что нам не хватает несовместимости, как некоторые думают. Гороскопы составляют. Вот с этим человеком секс пойдет, а с этим не пойдет. Значит, за него замуж не выйду. Надо искать, с кем секс пойдет. У меня один астролог был знакомый. И он был еще не женат. И он себе нашел девушку, у которой просто максимальная совместимость по гороскопу. Они три недели пожили вместе, переругались и разбежались. Вот и вся совместимость астрологическая. В другой случае вам расскажу. Один человек очень сильно любил девушку в Индии. И там, прежде чем создать семью, нужно было сходить к астрологу. И он сходил к астрологу и узнал, что у них полная несовместимость вообще. Нельзя создавать семью. И он взял, поменял себе дату рождения так, в паспорте, чтобы была совместимость. И потом, как бы, ей дал данную свою гороскопу, она посмотрела, о, идеальная совместимость, женимся. Женились, прожили в жизни, все было. И в радости, и печали, как обычно у всех людей. И она уже через много лет сказала, вот видишь, благодаря тому, что мы с тобой совместимы, мы смогли эту жизнь пережить. И как бы, вот видишь, как хорошо. И он показал ей настоящую дату рождения. И они развелись. Кто сказал? А? Кто сказал? Вы очень оптимистичны. Очень оптимистичны. Но они не развелись по этой истории. А? Вы шутите? Я тоже. Ну ладно, вы не обращайте на меня внимания. Я просто у меня вот это вот, знаете, как бы, сильно хочу защищать семью, и поэтому, когда сомнения какие-то в этом, у меня рыцарский дух возникает. Я не заметил вашу шутку, я заметил что-то другое. Простите меня. Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горе. Когда человек близкий оставляет тело, не надо быть на луну. Понимаете, если вы плачете, на что-то меня оставил, вы кричите прямо ему, потому что он, он на самом деле все чувствует. Он с вами не разлучился, он с вами как был связан, так и остался. Люди не могут расставаться просто тем, что они меняют место жизни. Понимаете, человек в Америку уехал далеко, далеко, но связь есть. Точно так же он уехал в другое место совсем, может быть с этой землей, может быть на земле в другом месте. Связь все равно остается. Не надо быть и кричать, куда ты ушел. Понимаете, просто желайте ему счастья, пытайтесь победить себе вот эту разлуку в своем сердце. И вы ему тогда поможете этим. А если вы будете проклинать свою судьбу, вы ему не поможете, и у него сердце будет еще дополнительно разрываться от вашего горя. Потому что ему саму тяжело, он поменял тело, ему надо что-то делать теперь в этом состоянии. он не всегда понимает, что происходит. Потому что человек не всегда в бессознательном состоянии остается. Как только он из тела выходит, он трезвеет, начинает себя видеть. Я могу вам это доказать. Был научный эксперимент, есть такой в Моуди, ученый, доктор медицинских наук, он провел исследование над людьми в пограничном состоянии, в реанимации. И многие люди, которые приходили в себя, они давали показания, он там всякие датчики поставил, синхронные там, видео, ну то есть со звуком, и все синхронизировалось по времени. И оказывалось, что в то время, когда люди, у них даже мозг уже там прямую линию показывает, энцефалограф, ну человек не может ничего знать в это время, что происходит. Люди в виде сверху, они говорили, что они в какой-то момент приходили в себя и видели сверху, что происходит. И они описывали это подробно, какой хирург, что сказал, что было и что было сделано, хотя эксперимент был абсолютно точно поставлен. Они приходили в себя, потом ни с кем не общались, просто их запрашивали рассказать все, что произошло, они рассказывали. Вот этот вид сверху объясняли. Подробнейшим образом люди рассказывали, что происходит, когда тело никак не жило. Это указывает на то, что мы помним то, что происходит при выходе из тела. Видите, и Высоцкий как правильную песенку оказывается спел. Хорошую религию придумали индусы, когда дав концы не умираешь насовсем. Если туп как дерево родишься Баобапом, а если жил свиньей, останешься свиньёю. Шутки шутками, но оказывается, что-то в этом есть. Люди помогают друг другу не горем, а радостью взаимной. Невзаимным несчастьем и смертью друг друга надо жить. Надо вспоминать после смерти близкого человека, что было хорошего в жизни. И это этим жить надо. Не тем, что он ушёл, а тем, что хорошего. И тогда стресс уходит, разлуки. Человек чувствует разлуку, но нет камня на сердце, нет стресса, потому что камень указывает на то, что я не то делаю, не тем занимаюсь сейчас. В момент ухода человека надо очень сильно молиться, желать ему счастья, думать о том, что у него всё будет хорошо, но не надо скорбеть, кричать, плакать и быть на Луну. Понятно, да, системы? Попробуйте, вы увидите, сразу легче станет. Знаний не хватает человека при разлуке с близкими людьми, только знаний не хватает нам, больше ничего не хватает. Не надо думать, что зачем судьба со мной так поступила, об этом вообще не надо думать, потому что в этом мире мы живём, в каком мире? Знаете, как на высших планетах Землю называют? Мне интересное название есть. Мритию Лока. Мритию означает смерть, Лока означает планета, планета смерть. Здесь все мрут, как мухи. Но мы этого не замечаем, потому что у нас есть определённый механизм внутри, не обращать на это внимания. Мы верим, что у нас всё будет хорошо. Понимаете, не то, что близкие родственники оставят тело, нам тоже скоро придётся. Об этом надо думать тоже. И нет в этом ничего ни плохого, ни хорошего, это просто обычная вещь. Тех, что рождаются в этом мире, обязательно придётся оставлять тело, потом рождаться вновь. Пока человек не поменяет своё восприятие мира, веды говорят, что как только человек достигает абсолютной любви, абсолютного желания служить, абсолютного понимания, что он душа, ему уже делать нечего в этом материальном мире. Он свои экзамены все сдал. Всё. Мы рождаемся здесь только по той причине, что мы эгоисты, мы не хотим ничего понимать. Мы хотим жить только для себя, хотим эксплуатировать вокруг всё для себя и думаем, что это и есть настоящее счастье. Понимаете, вот из-за этого мы и мучаемся здесь, только по этой причине. Потому что какого бытия душа не желала в момент смерти, такого бытия она и достигает. есть вечная жизнь, есть временная. Очень важное высказывание. Поскольку вы можете понимать существа выше вас, на которые вы взираете с чувством благовения и глубокого почтения, постольку вы и становитесь благороднее и счастливее. Существа выше вас. Понимаете, вот пробуждающееся сознание означает каждый суслик у себя на поле агронома. В пробуждающемся сознании очень трудно понять, что существа есть выше нас. Таракан, когда по кухне бежит, он думает, что нога, которая рядом с ним встаёт, это явление природы. Он думает, что это НЛО, неопознанный летающий объект. Но у него и мысли нет, что это существо выше его. Он просто боится, что что-то какое-то происходит, что-то на меня летит. Надо сматываться, и всё. Понимаете, да, о чём я говорю? А чем мы отличаемся от тараканов, если мы не знаем, что есть святые люди? Есть святость, есть высшие существа, есть ангелы. И вот скажете, а почему их не вижу, Олег Геннадьевич? Потому что меняется судьба человека благодаря контакту. Веды говорят, самый сильный, действенный способ изменения судьбы это просто контакт с чистой силой. Вот с этой чистотой просто контакт, мимолетный хотя бы. Вот поэтому и не видишь, что ты недостоин этого контакта. Ты хотел этого изменения в своей жизни? Увидеть чистоту человеческую, увидеть чистоту святых людей, увидеть чистоту высших живых существ. Ты хотел этого? Нет. Ты хотел машину, квартиру, детей, жену, Майами. Вот что ты хотел. Ты не хотел вот этого вот внутреннего, поэтому не получил. К чему бы ни стремился человек, того он и достигает. В этой или следующей жизни. Если в этой жизни не успел на Майами съездить, придется ехать в следующей. А может быть там ты родишься, если сильно хотел. Если в момент смерти будешь думать о Майами, то согласно ведам в следующей жизни будет Чунга-Чанга, синий небосвод, Чунга-Чанга, лето круглый год, Чунга-Чанга, весело живет, Чунга-Чанга, песенку поет. Поскольку вы находитесь существа выше вас, которые вы взираете с чувством благовения или глубокого почтения, постольку вы становитесь благороднее и счастливее. Это очень важно найти себе наставника в жизни. Веды говорят, разумное существование начинается только тогда, когда у человека в жизни появляется старший. Нет старшего, нет разумного существования, потому что совесть человека может функционировать в три стадии. первая стадия функционирования совести это момент сильного страдания. Она включается неожиданно, и человек начинает понимать, шакал, я паршивый, все ворую и ворую. Или помните, надо меньше пить, надо меньше пить. То есть в момент сильного страдания человек начинает понимать, что он сам во всем виноват. Это первая стадия включения совести, момент сильного горя, сильного страдания. Дальше вторая стадия включения совести через старшего. Старший кто такой? Это тот, кто олицетворяет мою собственную совесть. Старший это кто такой? Это тот, у кого есть только доброты и любви в сердце, что он может мне сказать так мягко правду, что я могу переварить. Все. Ну то есть второй этап развития совести отношений с нами это через кого-то, через старших. По факту совесть ведь действует наша и не только через старших. Она действует также и через жену, через мужа. Но мы не сможем это переварить. Потому что жена когда говорит правду о своем муже, когда она очень сильно разгневана и в этот момент она начинает орать. Ты скотина такая, живешь только для себя. Вот и так далее. Никого не любишь кричит на него. Это чистейшая правда. Потому что мы на самом деле живем только для себя и никого не любим. Мы все. Она на него так кричит, потому что думает, что у нее другие дела, по-другому обстоят дела. Но по факту точно так же. На самом деле любовь это совсем другое, не такая вещь дешевая, как кажется. Потому что влюбленность, которую мы испытываем друг друга, это вообще не любовь. Это просто наслаждение друг другом и все. Любовь это вещь, которая начинается, когда ты принял близкого человека вместе с недостатками, с его трудностями в жизни. Вдохнул, выдохнул и принял. И с этого момента ты уже дома отдыхаешь, потому что ты все принял. Сказал, мне положен такой. Это первый этап любви. Второй этап, когда ты уже принял человека, недостатки переварил, ты начинаешь видеть в нем хорошее. И этот второй этап называется уважение. Люди начинают уважать друг друга. Третий этап это верность. Когда уважение становится сильным, то люди начинают чувствовать вот это вот глубокое чувство друг к другу. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Вот это вот чувство такое вот. Вот верность, да? Это следующее чувство. И дальше начинается уже искренность, настоящая любовь, чистое, светлое чувство. Ну, понимаете, люди, которые привязаны только к одному сексу друг с другом, они никогда не почувствуют этих вещей. Потому что секс это всего лишь отдых от отношений. Настоящее отношение они в сердце должны происходить. В сердце. Если в сердце ничего нет друг с другом, если ты не можешь переварить близкого человека, простить его, понять, принять, то о какой любви можно говорить? мы с ним. Я не чувствую, Олег Геннадьевич, я его бросаю, потому что не чувствую, что мне хорошо с ним жить. Так ты не чувствуешь, что тебе хорошо с ним жить, потому что ты ничего для этого и не сделала. Ты приняла его как человека, ты простила его, ты ему служила правильно, ты его воспитывала. Да, Олег Геннадьевич, чем больше о нем заботишь, тем больше он наглеет. Это факт. Но есть еще вторая сторона заботы, потому что, когда человек настоящему любит другого человека, по-настоящему любит, он тогда еще его и воспитывает. Вот интересно знать, что если ты действительно любишь близкого человека, то твои отношения, они перестают быть формальными с человеком. Ты подходишь к нему и говоришь правду ему, но говоришь с любовью. Очень аккуратно. Мой хороший, мой любимый, я так счастлива, что ты хотя бы утром еще не пьешь. Я так счастлива видеть твои, пусть даже с похмелья, но трезвые глаза. Видите, это означает любовь. То есть позитивно, но сказала правду. И у него сердце ёкнет на это обязательно, потому что в данном случае совесть выбрала жену как старшего. Мы тоже можем быть друг другу старшим, если захотим. Но это надо делать с любовью, понимаете? С любовью. С любовью означает, что она уже простила ему, что он пьет, и просто хочет помочь ему, и все. И делает это очень аккуратно, мягко. Не то, что она варежку открывает. Скотина такая, как можно с тобой жить? Где здесь благость? Благость в тебя же внутри находится, а внешне то, что ты видишь, это результат твоей судьбы. Это не скотина, это твоя судьба. Ты такой была в прошлой жизни. Вот кем ты была, то и ты получила. Веды говорят, в этом мире вообще несправедливости нет. Этот мир соткан из одной лишь только правды. Вот все, что здесь мы видим, это просто реальность этого мира, одна лишь только правда. Все, что происходит здесь в этом мире, это все то, что должно с нами происходить. Мы должны это принимать. И вот олицетворение твоей прошлой жизни стоит перед тобой сейчас. Ну, прими его, пьяненькую такую в свою прошлую жизнь. Прими и скажи, буду любить. И дальше начинается уже переваривание. Как только женщина начала любить пьяненького своего мужа, с этого момента ему совестно пить становится. А когда ему становится совестным, можно уже реально с бутылкой воевать начинать. Можно ее выбрасывать тихонечко, выливать в унитаз. Я приехал как-то в Омск, и там родственники, опять плохо говорю про родственника, родственники передали моему отцу две вот таких вот двухлитровые бутылки настоящего вина самодельного, который они сделали. Говорит, это вот с любовью Геннадию моему отцу передали. Я с любовью и верностью, спросив разрешение у мамы перед этим, вылил их в унитаз, эти две бутылки. Ну, пожалел потом, потому что сколько я не сливал, оказалось, что запах оттуда идет. Ну, господи, что за штука такая вообще? Ее и слить даже невозможно. Вот это все. Два дня сливал вино это из унитаза потом. Ну, моему папе не передавайте, он, наверное, расстроится, не дошло до него вино. Целых четыре литра. Поскольку вы можете находить существа выше вас, на которые вы взираетесь с чувством благовения или глубокого почтения, постольку вы и становитесь благороднее и счастливее. Если бы вы могли всегда жить среди архангелов, вы были бы счастливее, чем в обществе людей. И наоборот, если бы вы постоянно думали о плохих людях, существ немых, безобразных злых, вы бы не были счастливы при вечном сознании и своего превосходства над ними. Таким образом, вся действительная радость и вся сила человеческого прогресса зависит от того, что люди находят достойный предмет поклонения. А вся низость и все злополучие человечества начинается с привычки презирать. Понимаете, да? У одного духовного учителя оставил тело ученик. И так как он велся отвратительно постоянно в монастыре, то его как бы все вот эти вот монахи вместе обрадовались. И когда они его хоронили, то они такие были немножко ехидные, улыбались, такие радостные, что теперь мучиться не будут. И наставник, он вышел из своей кельи, подошел к ним и сказал, зато он всегда чистый и приятно одевался. Вышел от них и хлопнул в дверь. То есть идея в чем заключается? В том, что мы должны искать хорошее в людях. Хорошее, понимаете? Это очень важно. Если мы низостью, вот низкими мыслями о других людях постоянно живем, мы не сможем свою жизнь прожить счастливо. Невозможно быть правильно настроенным и счастливым, если ты постоянно там ругаешь правительство, там ругаешь все, что здесь происходит. Нужно менять. Нужно менять все это. Сила любви своей. Есть, конечно, воины по природе, люди, которые сражаются, но их сражение не от злобы идет, оно идет от любви. Сердце заточено с любовью, может наказывать так же. Но не только поощряет всегда и все. Он может наказывать, воевать, сражаться. Это тоже проявление любви. Но ворчать, ныть их, ныкать, это не проявление любви. Это просто позор сердца, позор сердца. Нужно сражаться за свою любовь, за свою чистоту. В этом цель человеческой жизни заключается. И силу для этого можно брать только от высших существ. Мы не сможем брать силу простить близкого человека, простить того, кто нас предал, допустим, простить того, кто неправильно использовал закон против нас. Мы не сможем. Для этого нужна сила сверху. Чистота нужна. Чистота высших существ, которые способны прощать. Нужна чистота вот таких личностей. Продолжение следует...